Сейчас эти вопросы весьма актуальны для нас, нашей идеологической работы, а конкретно пропаганда и контрпропаганда в этот сложный период для нашей страны, если не сказать, что самый сложный. Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах, но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались, но я-то понимаю, что ситуация непростая и все сошлось сейчас на средствах массовой информации. Сейчас идет информационная война, прежде всего СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается, думаю, что мы сможем решить эту проблему, не допустить столкновения, как это было всегда, вы это хорошо знаете, на территории Беларуси, этого противостояния. За копершечками всего инициаторами являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются, бегают по разным центрам принятия решения и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги и самое главное, дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ. На что кураты ему говорят, ребята, ну СМИ уже были, надо что-то погорячее, типа московского Крокус, Сити, не дай бог теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну не наемников уже войска, но они же власть. Мы это видим, понимаем. Денег сколько выделяют, вы об этом говорите в средствах массовой информации откровенно и честно. Деньги разворовываются, их не хватает. Я прошу пресс-секретаря, чтобы она вам передала сегодняшний обзор, который мне подготовлен. То, что вы присунулись от них в средствах массовой информации, в эти чаты, телеграм-каналы, где они там рассказывают, объективно рассказывают. Мы об этом знали и знаем, кто прокарманивает деньги, куда идут деньги, какие кто сейчас и трусы носит, все расписывают друг о друге. Так оно и будет, потому что есть более радикальные люди, которые заботятся не только о том, чтобы одеть часы в 9 тысяч долларов или красивый костюм, макияж сделать, а которые хотят и повоевать, и власть захватить. Есть и те, кто нажится на этом. Это естественно. Я предупреждал силовиков и наши спецслужбы о том, что это будет. Вот оно и случилось. Этих бедолах забросили в Украину, назвали полком Калиновского, там больше сотни человек. Ну, как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев, зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства и один народ фактически столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая миролюбивая, спокойная и Украина. Но я смотрю, пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает там цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам. Вот я не знаю Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает, рано или поздно все равно к миру придем. Какой мир будет, это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая, им нужна будет. Нет, вот начинают подкручивать, подвинчивать. И я не могу в этом плане обидеться на военных. Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно, хотя они делают свое дело. Грязное дело с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной. Поэтому ситуация непростая и порой мне трудно разобраться. И наши беглые все время подталкивают вот эту информационную повестку. Мы знаем, что они всю грязь сейчас собирают. Вот мы с вами встретились, ждите завтрашнего дня, вас начнут выворачивать наизнанку и будут переписывать, куда вы ездили, куда вы летали, что вы делали, с кем вы встречались и прочее, прочее. И даже вам скажут, что вы там имеете сегодня 7, 8, а то и 9 жен и детей у вас куча, которых вы даже не знаете. Это их сейчас повестка, ну как мы мягко называем информационно-психологические операции. На это они делают ставку, хотя их кураторы склоняют к вооруженному противостоянию. И то, и другое непросто. Поэтому идеологическая работа сегодня выходит на первый план. И принято решение о направлении вас в администрацию президента на должность руководителя информационной вот этой сферы вообще в стране. Назначая здесь заместителя главы администрации по экономике, я ему говорил, что нам надо как-то сконцентрироваться и выстроить пирамиду. Много специалистов хороших, министерства, ведомства в правительстве и вывести на главу заместителя администрации президента работу в экономике. И точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы администрации президента. Может быть даже иметь комиссию какую-то под своим руководством везде, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать. Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего – правда. Вот любые психологические операции, они ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологических называют операций на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел, ужас мне каждое утро докладывают. И что больше выкидывают их. Вот вам психологические операции, снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей, мигрантов этих, и выбрасывают на нашу территорию. Но это как пример. И таких примеров можно много привести. Материал, его надо привести в порядок и проинформировать наших людей. Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру нашего искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно. Вы специалист в этом плане. Думаю, что вот эта работа в средствах массовой информации, притом везде, и телецентр, и радио, и телевидение у вас, и не только на вашей родине, в Витебске, но и в Гродно вы поработали, по-моему, и в других. В шесть лет, да. Да, и международные телерадиокомпании. Очень солидные, уважаемые мною компании. Я всегда к ней хорошо относился. К ваш период, когда эта компания поднялась. Хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси это все было приведено в порядок. Я имею в виду идеологическая работа. Вы можете разговаривать с людьми. Я всегда говорю, что стучный товар, когда человек может вести идеологическую работу. Не просто прийти, как у нас когда-то в четверг был информационный какой-то день. Полить день. Пришли надо, не надо, кто может, не может, поговорили. И зачастую во вред, лучше бы не ходил. У вас это получается, поэтому думаю, что вот этот радикальный шаг с должности министра на руководителя средств массовой информации, идеологической работы в стране, это нужный и полезный в данном направлении шаг. И я бы вас просил согласиться с моим назначением вас на эту должность. Дальше будет видно, работы будет очень много. Но это очень самостоятельная работа. Не надо думать, что тут кто-то, или глава администрации, или кто-то будет работу вести эту. Нет, это исключительно ваша организационная работа. И глава администрации, и все остальные, я в том числе, будем вам помогать. Но эту работу надо выстроить. Я надеюсь, что вы это сделаете.